Здравствуйте! Высота 102 с новостями Волгограда и области. Оценка на месте. Министр МЧС Пучков осмотрел затопленные районы и отдал распоряжение. Улучшения не предвидятся. В малых реках Волгоградской области по-прежнему прибывает вода. На встречу футболу. Волгоградский суд обязал гостиницы умерить аппетиты на время чемпионата мира. Африканские танцы и жизнь продуктов в холодильнике. В Волгограде завершился фестиваль студенческих театров. Четвертые сутки в регионе сохраняется сложная обстановка, вызванная паводком. Продолжает действовать режим ЧС, введенный в Волгоградской области в среду. В пяти муниципальных образованиях остаются потопленными около трех десятков населенных пунктов, в которых живут несколько тысяч человек. И если в Кумылжинском и Фроловском районах, а также городском округе Михайловки, вешние воды начали отступать, то в Еландском и Киквидзинском районах улучшения пока не предвидится. Также 6 и 8 апреля ожидается рост уровня воды в притоках Хапрая и Медведицы. Уровень воды в Бузулуке снижаться не будет. Одним из методов борьбы с паводком является подрыв ледяных заторов на реках. Так, путь вешней воде расчистили в русле реки Вязовка в Еландском районе. Паводковую ситуацию в Волгоградской области на месте оценил министр МЧС России Владимир Пучков. В среду он вместе с губернатором Андреем Бочаровым на вертолете облетел затопленные территории и посетил село Безымянка Михайловского района. Вода там уже уходит, но еще несколько дней назад десятки людей были эвакуированы в пункт временного размещения. Его оборудовали в местной школе. Там министр пообщался с местными жителями. А позже на совещании с оперативными службами глава МЧС отметил, что помочь надо всем – и людям, и животным. Я попрошу посмотреть еще раз глав органов местного управления, чтобы в том числе и домашние животные были под присмотром. Если собаки нацепить, значит их своевременно при угрозе подтопления пустить, и бабушке обеспечить, чтобы кот и уродники были рядом. Настоящий подарок сделал Волгоградский суд гостям Чемпионата мира по футболу 2018 года. Он обязал владельца снизить чрезмерно завышенную стоимость номеров в гостиницах Сталинград, Лайт-отель и галерея Парк Волгоград. Ранее цена суточного пребывания там в дни чемпионата в десятки раз превышала обычную. При проверке Роспотребнадзора бизнесмен объяснил заоблачный ценник тем, что туда вошли разные доп. услуги, питание по системе все включено, бильярд, экскурсии. Но суд напомнил коммерсанту о том, что независимо от обстоятельств, превышать предельную стоимость номера, установленную правительством, нельзя. На сей раз предприниматель отделался предупреждением, но ему придется уведомить клиентов о крупном дисконте. Отметим также, что охрана гостиницы «Сталинград» очень неприветливо встретила съемочную группу «Высоты 102», работавшую над сюжетом. В Волгограде завершился 34-й международный фестиваль стемов «Земля, планета людей». В нем приняли участие 13 команд из Волгограда, Самары, Брянска. В заключительный конкурсный день своими добрыми пожеланиями внимание зрителей привлек актер из Киева. Сейчас такая ситуация, что в основном в творчестве делается то, что people have it. Я считаю, что театр, наоборот, должен задавать тенденции, задавать, что хорошо, как лучше, как правильно заниматься воспитательной деятельностью людей. Читайте больше хороших книг, смотрите на суть, то есть не на второстепенные вещи. И прислушиваясь к голосу своего сердца, убедитесь, что это не голос чьих-то интересов. Вышли на сцену и коллектив иностранных студентов волгоградских вузов с миниатюрой о том, как сильно они стремились попасть в Волгоград, и команда из Брянска с зарисовками студенческой жизни, а также стематас, показавший, как живут после свадьбы продукты в холодильнике. На этом все. До свидания. Продолжение следует...